Голосование за комфортную городскую среду в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» набирает обороты. Уже более полутора тысяч человек высказали свои предпочтения за понравившиеся объекты благоустройства. Журналисты и кураторы этих объектов посетили места, где планируется реализация проектов. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. Наринмар – столица Ненецкого округа, но горожанам все еще не хватает благоустроенных мест для активного отдыха. Именно поэтому активисты города выдвинули сразу три проекта на голосование граждан в рамках программы формирования комфортной городской среды. Например, Светлана Хозяинова предлагает из семи любимого сахалинского леса сделать комфортное и безопасное место для прогулок и семейного отдыха. Мы здесь хотим сделать экологическую тропу в стиле лукоморья, чтобы приблизить к каким-то, может быть, сказочным условиям. Фантазия у нас развивается в этом отношении очень сильно. Этому помогает очень много людей, которые заинтересованы в реализации проекта. Я каждый день практически получаю какие-то предложения от людей, чтобы они здесь хотели видеть. На тропе протяженностью 600 метров планируется также установить детскую и спортивную площадку, а также сделать освещение, чтобы можно было не беспокоиться о своей безопасности. В районе Старого аэропорта на улице Полярных лётчиков активисты микрорайона предлагают построить многофункциональную площадку для детей и взрослых. Планируется многофункциональная площадка. Это и зона отдыха для детей, скажем так, мам с колясками, для дошкольного возраста, плюс зона для занятия спортом, воркаут. Игровая зона – это игровая площадка. В планах не только обустроить зоны для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, но и увеличить территорию площадки вплоть до берега. Детскую площадку и зону отдыха для старшего поколения хотят также установить и в районе микрорайона Калюш. По проекту жителей дома номер 34 по улице Первомайской присматривается устройство детской, спортивной площадки, досуговой зоны для старшего поколения. На месте этого пустыря будут установлены две игровые зоны для малышей, для детей старшего возраста. Голосование за эти объекты идёт полным ходом. Жители города помогают определиться с очерёдностью реализации проектов. Строительство объекта победителя планируется в 2023 году в приоритетном порядке. Проголосовать за понравившиеся проекты можно на сайте, адрес которого вы видите на своём экране. Голосование продлится до 30 мая.